Всем привет! На связи Федор Васильев и я продолжаю говорить о необязательных, но полезных плагинов для WordPress. В этом видео я хочу вам показать плагин, с помощью которого вы сможете сделать страницу заглушки красивую с вашим текстом, с таймером, формой, куда человек может ввести свой мейл, подписаться. Эти мейлы будут копиться в базе этого плагина. Социальные кнопки и всплывающую кнопку связаться с нами. И это все, ребят, один бесплатный плагин. И к тому же на мобильном устройстве смотрится все нормально в имитации мобильного устройства. Данный плагин подойдет в том случае, если, например, вы сайт уже запустили, у вас уже есть аудитория, то есть это ваши постоянные зрители, клиенты, возможно, или уже идет трафик с интернета. Каждый день приходит новый, да, через поисковые системы. И вам нужно на какое-то время закрыть сайт, чтобы его не видели, пока вы ведете какие-то технические работы или что-то меняете. Вы можете, например, там глобально поменять дизайн, то есть меняете шаблон. Пока вы все меняете, там, конечно же, что-то может криво смотреться, вы не хотите, чтобы видели люди. И, к сожалению, по умолчанию в WordPress нет функции выключения вот так вот сайта, да, поэтому приходится прибегать к сторонним плагинам. Но плагин достаточно интересный, полностью русифицирован. Давайте его рассмотрим. Также этот плагин можно использовать в любых других случаях, когда вы закрываете сайт. Текст, конечно, вы можете написать свой. Переходим в админку нашего сайта WordPress. Переходим в плагины добавить новый. В поле поиска плагина вписываем название плагина. Вот такое длинное название. Если не хотите писать от руки, в описании под этим видео скопируйте название и вставьте также в поле поиска. Вот мы его находим сразу здесь первым. Нажимаем установить все, как обычно, и активировать. Плагин у нас помещается в настройки. И вот он, да. Кликаем по нему. И давайте пробежимся по настройкам. Сразу вот это вот рекламное сообщение. Нажимаем вот здесь вот на крестик, скрываем, чтобы оно не показывалось. И, значит, смотрите, справа вот здесь, я так полагаю, другие продукты. Это реклама. Мы не обращаем на это внимание. Вот смотрите, сразу вот сейчас, если мы статус поставим включено, сразу будет сайт закрыт. Но, опять же, здесь все сделано удобно. Мы, как администраторы, мы авторизованы, да, мы можем зайти, редактировать сайтом, делать все что угодно. Мы будем видеть с вами этот сайт. Вот смотрите, мы его выключаем. В самом низу кнопка «Сохранить настройки». Нажимаем. Фронтальная часть сайта обновляю. Все нормально. Мы видим с вами сайт. Ну, а если мы выйдем из сайта, разлогинемся или зайдем с другого браузера, например, то же самое увидят ваши посетители вашего сайта. Вот видите, что они увидят. То есть, уже по умолчанию текст задан. Мы его, конечно, сможем поменять. То есть, вот так вот по умолчанию это выглядит. То есть, сайт у вас уже закрыт благодаря только включению вот этой вот опции. Двигаемся дальше. Индексация роботом. Ну, смотрите, тут все на русском, да, поэтому я бегло пробегаюсь. Вот из описания здесь и так все понятно. Индексировать ли сайт на ваше усмотрение. Ну, если он у вас закрыт, смотря что вы делаете. Если вы там глобально все меняете, то индексация, пускай нет, не индексирует робот. На ваше усмотрение. Дальше смотрите, доступ к панели управления и на к админке, да, роли. То есть, если у вас задействованы другие пользователи, например, авторы, им также можно вот так вот добавлять их, чтобы они могли попадать в админку. Доступ к сайту, да, также какие роли, то есть, за логинные пользователи с уровнем доступа автор могут видеть сайт. Frontend. Вот здесь написано. Также можно выбрать здесь. Метод так для роботов. IndexFollow. То есть, индексировать, переходить, следовать. То есть, вот здесь стоит, как бы, для поисковых роботов, как бы индексировать, переходить. Не трогаем. Не надо ставить новый индекс. НоFollow, я считаю. Дальше смотрите, интересно. Перенаправление. Ну, здесь вот, читайте описание. Вот, думаю, пересказывать нет смысла. Из описания все понятно. Дальше страница исключения. Я тоже здесь ничего не трогаю. Дальше предупреждение. Хотите ли вывезти предупреждение? Ну, также ничего не меняю здесь. Ссылка на панель управления. То есть, внизу можно добавить ссылку. Не знаю, для удобства. Вот, смотрите, я вам покажу. Но лучше, наверное, ссылку не делать, если у вас закрыт. То есть, доступ к админке закрыт, например, через плагин. Не VP-админ или VP-логин, а секретное слово подставляется. Сейчас я обновляюсь. Видите, вы здесь появилась ссылка панель управления. Если мы кликаем, мы попадаем. А, кстати, нет. Можно ставить. Вот у меня здесь стоит плагин защиты. И VP-админ мы не можем попасть. Вот, все-таки здесь уже на ваше усмотрение. Думаю, что смысла нет от этого. Потому что у нас путь другой. Админка у меня начинается не через VP-админа, а через секретное слово. Поэтому, в моем случае, то есть, если у вас админка изменена, вот это удобство никак не создаст. Вот это вот нижняя ссылка. Поэтому я ее отключаю. Так, на этой вкладке все. У нас остаются еще две интересные вкладки. Переходим в дизайн. И вот здесь вот как раз-таки мы с вами меняем заголовок. Это то, что у нас написано вот здесь. Вы его меняете. И, соответственно, ниже вот здесь вот вы можете поменять цвет. Пока цвет не меняем. Также ниже, смотрите, есть даже редактор. Это у нас основной текст на этой странице. В данный момент сайт находится на техническом обслуживании. Если он у вас должен быть другой, вы его меняете легко здесь. И также внизу цвет для текста, вот для этого текста, да, можно поменять здесь. Мы сейчас его поменяем, скорее всего, потому что я буду использовать картинку, чтобы было симпатично, как вот здесь, да, то есть белого цвета. Белый цвет хорошо смотрится на этом изображении. Сейчас мы до этого с вами дойдем. Вот, смотрите, фон. Выберите тип. Вот здесь мы выбираем загруженное фоновое изображение. То есть, если мы выбираем этот пункт, у нас, нам плагин предлагает загрузить с компьютера изображение размером Full HD 1920 на 1200. Не на 1080, да, тут немножко другое разрешение. Или же, смотрите, вы можете выбрать из готовых вариантов. Опять же, здесь текст будет не очень хорошо смотреться. Нам нужен однородный тон, то есть лучше всего на фотошопе затемнить как-то картинку, чтобы светлый текст хорошо смотрелся или наоборот. Но я вот выбираю эту картинку на синим, белый цвет хорошо смотрится. Здесь даже написано источник free, то есть бесплатный фотосток, скорее всего, какой-то. Нажимаем сохранить, идем на сайт. Вот наш сайт, обновляемся. Вот вы видите, картинка поместилась. Достаточно симпатично, но только видите фон темный, соответственно, будьте внимательны, да. Если фон темный, текст всегда светлый. Если фон светлый, текст всегда темный. Поэтому вот здесь вот я выбираю белый. Соответственно, здесь тоже выбираю белый. И нажимаю сохранить. Давайте посмотрим. Вот таким вот образом. Можно, конечно, вот это вот оставить, если вам тут больше ничего не нужно. Вот так вот просто. И как бы оставить нормально смотрится. Но мы с вами рассмотрим все возможности. Переходим на вкладку модули. Обратный отчет. Нужен ли вам таймер, который будет показывать, когда ваш сайт запустится. Если да, то вот здесь вставим да. Выбираем дату, до какой будет идти. Хорст часы, минуты с минуты и секунд секунды. То есть выбираем время здесь. До какого дня. И кнопка done готова. И вот здесь вот дни, часы, минуты, да. И цвет для этого тоже белый. В самом низу нажимаем сохранить. Давайте посмотрим. Вот таймер здесь поместился. Хотя уже видно, что тикает таймер. То есть у нас эти цифры, их не видно. Соответственно, фон придется... Вы даже этот же фон можете прямо скопировать, мне кажется, отсюда. Если он вам понравился. Засунуть его в фотошоп, затемнить. Не хватает здесь этому плагину наложить overlay, да. То есть сразу здесь, чтобы накладывать заливку такую полупрозрачную, чтобы затемнить изображение, не прибегая к фотошопу. Это было бы круто. Дальше, смотрите, подписаться. Здесь реально подписка идет, только вот непонятно, как потом подписчикам повестить этим, что сайт заработал. Я предполагаю, что эту базу подписчиков, ее здесь можно выгрузить, потом загрузить ее в какой-то сервис, который вы используете по, значит, сервис рассылки, да. Или, возможно, у вас какой-то стоит плагин рассылки. Туда загрузить этот файл и там уже сделать рассылку. Или вручную сделать рассылку, если там немного будет подписчиков. Вот здесь вот есть такой маленький нюанс. То есть если подписка, ставим «Да». Текст сообщения подписки. То есть сообщить о готовности. Также цвет можно выбрать белый. И вот здесь вот даже показано, да, статистика подписчиков 0. Вот смотрите, это действительно работает. Давайте проверим. Если я сейчас обновлю страницу, вот здесь появляется такая вот форма, куда я могу ввести свой email, я ввожу свой email, нажимаю «Подписаться». Сообщение. Вот видите, вы успешно подписаны. Спасибо. И что происходит в этот момент в админке, да. Если человек подписал. Обновляем админку. Видите, сразу здесь написано «Статистика подписчиков 1». Есть «Очистить список подписчиков и экспорт в файл. КСВ». То есть экспортировать всех подписчиков можно и потом куда-то импортировать. Я так полагаю. Потому что из плагина я не нашел, как сделать оповещение. То есть я думал, что прямо с этого плагина можно сделать рассылку потом по этим подписчикам, которые хотят знать, когда сайт запустится. Двигаемся дальше. Социальные сети. Вот опять же, нас избегают, то есть Россию, да. Нету ВКонтакте. Нету. Поэтому если у вас есть социальные профили в других социальных сетях, то используем. Если все-таки вы поместите какие-то социальные ссылочки, то есть вот напротив вы видите Google+, Facebook, там Twitter, то вот здесь выбирайте. Как открыть эти социальные ссылки? Лучше оставить новая страница. То есть в новой вкладке, чтобы открывалась. При этом в новой вкладке откроется социальная сеть, если человек кликнет по социальной кнопке. При этом ваш сайт, вот этот с закрытой страницей, да, он останется во вкладке открытым. Я считаю это более правильно, поэтому здесь уже смотрите сами. И вот обратная связь. Вот это действительно интересно. Всплывающая такая формочка прикольная. Включить. Вставим, да. email-адрес, то есть куда будет вас оповещать. Опять же, я не тестировал, не знаю. На обычный email вряд ли отправится. Поэтому, как я уже говорил, используем и либо email от хостинга, либо email бизнес-почты, да, то есть привязанный к вашему домену. И эффекты, то есть это всплывающая форма как появится. Вот преувеличение смотрится интересно. Ну и Google Analytics даже можно вести статистику. Здесь выбираем, да. Идем в Google Analytics, получаем код. Здесь вот примерно показан, как он выглядит. Короткий такой шорткод от Google Analytics. И проставляем его здесь, вот в этом поле. И нажимаем сохранить настройки. Ну, я Google Analytics не использую. Давайте пойдем на сайт, еще раз посмотрим. Вот появился внизу такая вот кнопочка. Связаться с нами. Достаточно симпатичная, да. Вот всплывающая форма. И причем все поля обязательны. Тут все нормально, так работает. Вот, надеюсь, эта информация для вас была полезна. Надеюсь, для вас плагин интересный, потому что очень часто бывает, что вам нужно на какое-то время закрыть сайт. Это может даже быть, вот вы на домене уже сайт разрабатываете, да, не на локальной машине, а на домене. И вам нужно всячески закрыть его, потому что, возможно, домен знает много людей там ваших. Поэтому это всегда будет на руку. На этом данное видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Итак, как получить премиум тему для WordPress? Премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация, вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка, еще нет учетной записи, вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту, прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу Федор Васильев.ру уже вот с таким сообщением. Сообщение премиум тема ВП значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку spam. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем федоровасильев.ру. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку «Сохранить изменения». С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку «Сохранить изменения» письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостинг. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.